марат не кашляй сейчас согреешься она коврета совсем по-другому дровишки рубить из разлетаются ох сегодня будет он сегодня будет как там баранины чувствую шоу х будет лучше всех все у меня готова ты же уже занимаешь друзья всем привет привет мой хороший эх ты друзья марат джан всем шалом таки да бомбах тракбах и что соскучились родные пенаты я бы сказал нет трусы купальники тельняшки все по домашнему не надо переживать все нормально вы посадите за эту рыбу пусть она переживает хотя шо и переживать пришел шедевр получится сегодня будем готовить настоящий замечательный великолепный оригинальный узбекский шашлык из баранины рыба брат здесь не при чем мы просто отпустим в казан не я буду варить уху там параллельно люди у нас хорошие случились говорят дева одессе ухи хорошие поесть так и где у нас и вы попробуете да а маратик исполнит ой шо тут говорить вот тоже зачем мы ходили вчера на привоз вы посмотрите я такого никогда марат что-то хотел стать его как обычно перебил на разу нормально мы тебя как это и покормим у меня случилось счастье да я буквально на два дня заскочил мой один из лучших друзей из израиля мой учитель лишь научил тепло готовит это все что ты умеешь это умеет получается рома 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 роман намного помощи на всей моей жизни то ты шо мы его неоднократно уже упоминали не понимаешь все в израиле знают кроме тебя уже очень заняты человек тебе никогда суды не хочет чтобы мы его свете а шум фильмоскоп не заглючила короче я же хотел сказать да не ром как я рома нас маратик смотрит давно а рома смотрит еще раньше понимаешь пришел почти да это нас привоз позже не вот так вот идем идем только опача и слиплись короче ну шо ромочка расскажи расскажи покажи дай попробовать или ты уже марата ввел в курс события иди сюда мы будем твои волосатые руки снимать маникюр сделал все нормально будет короче шо нам надо из баранины реберная часть я на самом деле такого никогда еще не пробовал и вот именно на ребрышке называется как семечки главное выдержать правильно специи она пожарить все тут не тут никакого такого просто есть именно узбекский вариант шашлыка который мне больше всего нравится то что я вырос в узбекистане родился в ташкенте ну ты это все вот так порежем может сбросить лук сюда чтоб тебе не мешал у нас сегодня прям шоу наше не видео то шедевр ребята марат там кости есть вот в мисочке уже там с косточкой а то есть это шашлык с серега ты сегодня пальчики оближешь узбекистане родился так я бы тюбетейку хотя бы одел тем более у меня есть ай-яй-яй у него есть даже это знаешь рамка этот халат как он называется чапан 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 да я сначала думал что кафтан нет а он такой красивый этот чапан а теплый настоящий именно по самые ноги елки-палки сережка знаешь кого ты мне напоминаешь волка из ну погоди то ты шо марат дай папироску марат ну правда ведь а посмотрите на него а я буду зайчиком то этого ты думал он микки-мал не он просто в джинсах не так часто ходит до сережка а это же шедевр елки ты балки пишу это кара без сабли получается а косточки какие у баранины ты посмотри елки-палки ювелирная работа давидка приедет марат да обещал пишу на такое мясо я бы сам приехал куда угодно даже в узбекистан вот это да что по специям все элементарные просто что зира кориандр черный перец в принципе все соль оно должно мариноваться полчасика мясо хорошее и свежие отлично мы сейчас быстренько граника замаринуем точнее рома замаринует мы рядом с морозом постоим как он делает кориандр он его сейчас ты увидишь он не молит его как мы с тобой в ступке он его просто бьет и просто скрывает а вот лопает как 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 чеснок вот а по еще самое дело шмяк 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 фунт лопает арома фавор и в душе у него брат родной лучший поросе в израиле лучший 9 не только в израиле мировой повар на самом деле такие вещи вытворяется просто с ума сойти можно я тебе таки верю мы только что с ним по телефону говорили век на лодке не кататься он есть машине до в одной руке макароны ночью может но при всем этом считается рома делает а потому что одни как это не по калькуляции а именно от души вот как рука чувствует как сердце льет так она и получается ты шо сейчас рома освободить рыбу разделка кашу и готовит раз-два и готовы распали сотри это же а ну губасники иди сюда сегодня вот чисто из карпа полипованский когда дим когда дим сотри ох ты шо этим губам любая позавидует прям рыбка золотая ну давай коронную вот именно я вот взглянула без самому чо я еще болею сереж плохо кать вообще-то эти куплеты если я волк то ты должна петь помнишь как заяц там короче пишу о не надо у тебя бас хороший а вот у река кодовом он делал подэкて а я горелый ри сай матан-то-танто вирезая вна катаяр май Вот представляете, почему я его полюбила, Марат? Вот он стоял так, пел мне середины, пел, пел. Два года, Марат. У всех нормальных микрофоны, понял? А я если рыбу беру, так у меня душа и губы поют, ёлки-палки. Ну, Липован, что ты сделаешь? Ах ты шо, мама дорогая, агрегат. А потом у нас дети появились. Катюня? Неожиданно, неожиданно. Ожиданно. Сделай меня во весь рост. На долгую память буду внукам показывать. Волк. Как дедушка лобал туда. Эх ты, губасненький. Надеюсь, это девочка, а то что ты? Да, то неважно уже. Но ты ж все равно с рыбой. Ху ты. Я тут по секрету на весь мир спрашиваю Ромы, говорю, а масло? Брат, никакого масла, вообще ничего лишнего, вот чисто. Бутылочку газированной воды, и все. Эй, любой обыкновенный, не обязательно из Грузии. Марат, сделай доброе дело. Лена, а ты когда там с губами играешься? Да куришь твою цигарку. Дай пакетик. Дай пол-литра или Марат возьми с газом. Сделай. Кури. Кури моя хорошая. Вот так они и работают. Работницы наши. И курят, и курят, и курят, и курят. Пакетик тебе надо или что? Пакетик, чтобы раздолбить его. А, ты хочешь меня в пакете долбить? У меня есть. Иди сюда на эту доску, Катюня, меняя картину маслом. Пакеты у меня торговать могу. Высыпай вот так вот, накрывай вот так вот. Опача. Дайте мне снять это. Снимай этот шедевр. А, вот так. Поняла? Просто вскрывает его. Ну-ка. Смотри. Бомба, Марат, я понял, почему это твоя любимая специя. Ты шо? Один раз и навеки. Это каким профессионалом я должна быть, чтобы Рома не попал в кадр, мне интересно знать. А я ему потом голову приделаю. Марата. Катенька, иди сюда, ты далеко стоишь. Короче, стой очень близко. Рома посыпает. Громовки нет. Пусть ваши подписчики, наши, точнее подписчики из Узбекистана, пусть скажут, оценят. У нас, кстати, очень много из Узбекистана подписчиков, чтоб я понял. Да. Черный перчик пошел. Черный перчик. Черный молотый. Обязательно. Ты балдеешь, Сережка? Да, ты шо? Особенно, когда ничего не делаешь. Зиру из Узбекистана. Эх, ты. Мы на природе купили? Ты там же будешь долбить или руками лохматить? Давай, я тебе помогу. У меня руки без перчаток. Руками ее. Протереть, да? Да, тери и туда. Тери и туда. Хорошо. Короче. Разми... Короче, растирай. Вот столько? Еще. Давай, ну по очереди. У него такие руки, что он сейчас ее в муку превратит. Да, Сережка? Смотри, брат, ты шо, я из нее прям аж масло выдавил. Руки понюхай. Ой, боже мой, ингаляция сразу выздоровел. Елки-палки. А ты болел? Да что-то это непонятное что-то было. Не в голосе сегодня. Точно? Главное, что в тонусе, Марат. В тонусе он всегда. Ну, не скажите. Слышь, хватит меня опять там. Ну все. Тролль, шикардос, да? Это соль, да? Я наоборот, Сережка. Все соль. Брат, это вот то сахар, а это соль. А это сахар? Это сахар мне в уху надо будет. Чуть-чуть немножко я там. Это соль? Жизни добавляю. Ого. Ага. Все, льем. Газировочка 0,5. Если надо еще с кожуром, чего? А Руслан Аленин тоже с газировкой делал, помните? Ну да, Руслан молодец, он тоже умеет. Что надо? Лук. Лучок, давай. Давай я врежу вам. Уже готовый он тут. Маратик. Пополам. Так вот это важно. Не, вы мне сегодня создали экстремальные условия, я вам скажу. Катюня? А. Все будет нормально. Учись снимать не как обычно, да. Все гладко же в жизни. И то правда. Так, я пока кориандр. Нам еще надо быть кориандр. Вот тот, который остался или пока нет. Пока нет. Тогда я его сейчас укоротенько сюда верну. Потому что специя хорошая, благородная. О, все до капельки. Хопача. Так и что, все по-простому именно так, без нового. Давай заводи уже казан свой, Сережка. Ты хочешь? Ну я не хочу. Я знаю, что надо. А что его заводить? Сейчас раз-два дым пошел и все. А там юшка быстренько. Овощи побулькали. И все. Рыба поднялась. Немножко любви добавил. И ухо готово. Толстый-толстый слой щеколада. Это уже потом. На десерт дает. Это если уговорит. Все. Вот так орелочкой прикрыть. Вот так вот прикрыть. Сай можно начинать жарить. Все. Договорились. Я пойду всем порой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что и там красиво и здесь лучше всех. Все, Рома-джан, вот так вот, а? Ща. 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 Ща теперь уже могу там. У, щас так, так, обалдеете. Маратик. Пузыри шмалил сегодня, не? Нет. А зачем? Сейчас прямо лопнет, Катя, аккуратно. Ты шо? А я знаю, я знаю, можно на этом. На чем? Спичками? Да, и потом живешь так вкусно. Можно и так. Я сейчас немножечко придам. Это на начало пойдет. Ты это положишь в уху? Да ты аромат какой чувствуешь? Ну, кажи чувствую. Ты шо? Это уже без рыбы можно кушать? Ёлки-палки с водой. Дай быстренько сейчас все. Их тут немного. Три. Молоки. Сделаем. И все, добавим там, что там, цибулинку, как обычно. О! Ты понял? Блин, ты шо, так напряжение какое? А, раздевается, как оголяется. Шикардос какой. Ой, сразу пахнет пивом. Слушай, я в рынду дал, а то я уже здесь отвык. Да, да. Дал все нормально, ура. В самом начале, да, супер. Ой-ой-ой. А что вы в Казани афганском собрались готовить в следующий раз? Ой, я уже взял мясо. Да, прохочу. Ой, Катюша. Посмотри, как шкварчит, иди сюда. Дай макросъемку, ёлки-палки. Это же шедевр. Ты бачишь? Вот это по-настоящему. А теперь говори, что ты собрался, а я знаю. А Сабука в афганском казане. Марат такие шайбы набрал. А Сабука? Это пеленые ноги вертикально пополам, поняла? А что я не то сказал? Так сказал правильно всё. Всё. Будет очень вкусно, ребят. Самый простой рецепт и самый вкусный. Самый простой и самый вкусный. Так, это вот сюда. Там кто-то спрашивал в комментариях, а можно рыбу разварить так, чтобы кости разварились? Можно. Тушенка называется? Когда рыба не останется. Ну тогда будет горькая, да? Горькая будет? Ну смотри какая рыба. Смотри какая рыба. Любую кость, когда ты развариваешь её, когда она уже в порошок уходит, да? Она пускает горечь. Она же не нужна. Она дает горечь. Она же не нужна. Так, молоки я тоже отправляют. Ты посеки богатый, Марат. Тихо. Ребята? Это так вкусно, Серёжа. С молоков? Да. Они никуда не деваются. Они вот это вот, там где рядом лежал желчный. Это как будет ложка дёгтя. В нашей шикарной ухе. Проверили, всё нормально. Отправили. Пощоли. Всё надо аккуратненько перебрать. И посмотреть. Маме ухе обязательно надо будет взять. Ты шо, ещё и с молоками? И шашлык, и муку. Всё, маме. Так мы сейчас её для мамы и готовим. Получается, это мама сегодня? Мама была недавно день рождения. Поэтому теперь будем неделю её кормить, да? Да. Маму может целый год. Все мамочки. Тем более у кого сегодня день рождения, чтобы они были здоровы. Как это? Живите счастливо и долго. И самое главное, дети, не забывайте звонить мамам. Угу. Это так важно. Раз, два, набрал. Всё. Две минуты, пять минут. Жив, здоров, люблю, целую. Всё. Счастье такое, чтобы вам не передать. Я всегда звоню. Утром и вечером. Так я же тебя и пример беру. Да. Хорошая у меня дочка. И смех удивительный. Имеет. А вот икорочка пойдёт у нас в конце. Это такой делишес. Ой. Так. Я помню, как ты делаешь. Лежи и насыщайся. Что ещё надо? Почти ничего. Где моя цибуля? Цибуля тачья. Слышишь? А вот давай сегодня именно чисто сделаем себе такой печёный продукт. Разошёлся, слышите, Марат? Да что тут просто газ есть, а что мне с ним делать? А, бульон. Да, 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 да. Я сейчас не просто так. А ещё и морковку сейчас всё подшмаляем. Да кинь в казан. Кого? Туда вниз. А, в огонь. Ну да. Что? У меня же горелка, ёлки-палки. Смотри. Смотри. Сегодня будет именно такой печёный вкус. Ухи. Непередаваемый. Сейчас, если грязь есть, она отпалится. А потому что только что придумал. Не, я же обычно, как ты говоришь, кидаю туда во внутренние угли. Подпёк немножечко, чесночок точно так же, он же совсем другой. Да, мы можем сделать на сковородке. Пополам разделили и морковку, и лук. И на сковородке поджарили прежде чем в любой валён. Без масла? Да, просто подпёк. Он же совсем другими красками начинает играть продукт. Откуда мне без дарщини-то знать такое, Серёжка? А тебе и не надо. Тебе надо всего лишь смотреть за нами и запоминать. И передавай в деталях людям. А вы видели, какую мы вчера рыбу жарили дома? Я видел танцы. И мельком там была рыба на гриле. Да. Танцы шикарные. Не знаю, как рыба получилась, но танцы были великолепные. Такая же. Мы начали с танцев, потом покушали рыбу, потом закончили опять танцами. Здравствуйте. Здрасте. О. О. Скажи мне, а у нас есть куда люди сажать? Есть, есть. Мы не треснем? А. Ты же знаешь. Нет, на улице посадим. Все готово. Да? Ой-ой-ой, как зашипел. Катюня пахнет. Красиво. Ты знаешь, прям натюрморт смотри какой. Юшкинку? Точно. Зарисуешь потом. Отойди, не мешай. Подожди секундочку. Ха. Эх ты. Согласен. Можно на аватарку посадить. Хе-хе-хе. Все целиком, потом все равно шумом вернется и мы это все дело аккуратненько. Как соберем, так соберем. Мурочка. Ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка. Маруся Климова, прости любимого. О, зачем ты мне Мурка говорил? Теперь буду петь с утра до вечера. Где? Вот. Звезда чья очарование? Мурочка. Эх ты. А ну. Ай-яй-яй. Звезда сотен выпусков на ютубе. Мурочка. Мурочка. Кс-кс-кс. Мяу. Сережка ты еще парни. Барня на пледе, елки-палки. Ты что, я бы сам так лежал? Ложись. Да уху надо готовить. Принимайте гостей. Два. Два с половиной. Барабанная дробь. Давид, я всем в Одессе сказал, что ты на привозе устроился. Тебя что отпустили? Отдали паспорт? Отдали. Смотри, как он торгует. Кормят там, Давидка? Нет. Потому что мы тут Марата не кормим. Там только поят. Уже замариновали? Ты наглая твоя рожа, блин. А за ним не постоит Марат, насколько я знаю. А куда ты дальше поедешь? Тоже насаживай там? По делам надо. По делам надо, Сережа. Ну так дела могут быть разные. Так, что надо? Надо рыбой заняться. Прибыла в Одессу банда из Амура. Жулики-бандит. Что? Что у вас за секреты, что вы не договариваете? Поехал. Рукомастер. Сюда. Так. Что? Что ты смеешься? Вспомнила, что ты сегодня яблони и груши с утра зажал. Сережа, у тебя что-то отпало. Куда? Ну куда-то туда. Что ты говоришь, яблоки и груши? Да, Марат, я с утра сегодня посадил. Выхожу, утром, тишина, никого, думаю, надо, чтобы не увидели. И начал копать. Четыре ямы и всунул. Три яблонь и одну грушу посадил. Так что я... И пионы наконец-то посадили. Да, а вы что, не видели, Марат? Видео уже вышло. Да? Извините. Ах вы. Я с чего так торопился? Я с чего так торопился? Я же, как это? Хочу, чтобы у нас до Нового года уже груши были. А тут осталось-то немножко. Так, Катюня, дай-ка это я сейчас солью. И вот сюда могу рыбу. Прямо большими кусками вот так вот. Красиво по-богатому. Давай, куда тебя сюда? Не, ну посмотри, что в создании происходит. Марат, от начала до конца красное мясо, именно тунцовое. Просто тунцовое. Я тебе говорю, вот кому-то... Ты шо? Там на таком карпе можно... Там на таком карпе можно борщ готовить без буряка, понимаешь? Свете понравилось заливное? Ооо... Лопает до сих пор. А мама как кайфанула, ты себе не понимаешь. Да? Да? А очень. Это такое вкуснячее. И Аня с Виталиком перезвонили, сказали... Да, мы всех угостили. И сказали, что необычный вкус. А он действительно необычный. Очень просто. Десу банда из Амура. Жулики, бандиты, шулера. А голову я прямо целиковую туда поставлю. Ты же так всегда делаешь. Ну да, только я кидаю ее в начале и ухи. А сегодня кину в конце. Почему? И подадим потом вот так вот на тарелке. Иди сюда. Вот так он губы откроет. И по-итальянски будет петь. Так у тебя же три головы. Так я три головы открою. И сюда апельсин вставлю и подадим. Как поросенка запеченного. А их же и называешь морские поросяты. Понял? Они же такими губами сосутся дна. Эх ты. Песня. Следующий, сказал заведующий. Аж девочки засмеялись. Марат, твои одноклассницы. Сережа. Что? Все время отваливается кусочек, когда ты делаешь это движение. Ешкин кот. Зависи Амурку. Аж голова отвалилась. Слышишь? Секир башка только что, я ему аккуратно. Катя. Вот это твоя секунда. Ты шо? Мясо плавниковое. Бесподобное. Эх, полчаса прошло. А красиво как. Бронебойная не прожжешь ее. Чего не скажешь про Марата жилетку. Марат, если будет в спину жечь, знай, это я рядом. Катя, покажи, как пацаны, ребята насаживают, а? Ты шо? Прямо насаживают? Именно прям насаживают, ты шо не делают. Аккуратненько вот так вот ребрышки бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Слышишь там столько шамба этих шашлыков, что. А мы за два раза, правильно? Куда же торопиться? Он сколько надо для счастья. Потом пожарим еще раз. Сколько же жарится вот эта вот нежность. Только ребро нагрелось, да, и все, и мясо готово. Три минуты у меня. Обалдеть. Как же так пожарить? Пожарю грамотно. Так, шо моя прелесть, закипела тут? Ой, заводится уже. Ох, сегодня ароматы. Ты же видела, я уже помидоры добавил. Угу. Вот сразу вот туда и в холодную воду. Полипаванский делаешь? Полипаванский. А, она же самая вкусная. Что это за топор новый? Как новый? Это не часто гулиный. Тоже у Сереги на привозе. Да? Да. Не видела его. Эй, пфи! Спасибо. Так и да, Катюнь, будь здорова. Ой, как хорошо. Сразу устала, да? Вот же. Ай, Сережка. Так, рыба есть, картошка, зелень, шмелень. И мята нам тоже понадобится, да? Вот так, глянь. Кушать в рот? Я декора взял. Я понял. Красиво. Редисочка. Ох, ты шо. Все шикардус. Милане ушла, хлеб уже казала. Что-то секреты говорят. Салат смятый. Простой салат, помидоры, огурцы, лук и туда еще мяту. А вот свежести такой дает незабываемый. Становится вот такой тач. Ага. Хороший. Молодежный. Мора запоминаю, хотя бы я память хорошая. Рома уедет, а мы будем дальше продолжать. Дело бараньи. Пока у Викина привозим не переведется. Ромочка у тебя висит. Ага. Ромочка у тебя висит. Ага. Ромочка у тебя висит. Куда это? Вот сюда это. Ёлки-палки все разлетается. Скажи, я же немного огня вот так вот сделал, чисто чтобы это было в аккурате. Да, да, да. Супер. Ах. Что огонь должен быть агрессивный или слабенький? Средний. Вот такой самый раз. Вот такой самый раз, да? Ну все, гайгуй. Еще немножко, да пусть чуть-чуть посидей, отдохнет, да и и вжарим. Мясо будет готово, сверху посыпаем. Короче, это мы сейчас готовим. Точнее мы, ешь, мы пахали я и Рома. Рома готовит лук, уже будет на сверху на шашлык. Там есть премудрости или просто лук? Нет, лук, луксус есть. Найдем. Обязательно. Другого нет, только такой есть. Крупчик. Хорошо. До свидания. А, ты там? Все, я понял. Не поймешь, где с какой стороны. Так. Я картоха, Марат, суета. Надо было и Марата задача сегодня, еще и плов приготовить. Вот бы всем работы было бы. Смотри. Смотри. С Ромой я плов не готовлю. Только только ему руками. Да? Аккуратненько. Это же уважение. Иерархия, я бы сказала. А, дождак. Да, Маратик. Да, конечно. Все азы, все нюансы, все приготовление плова, все это от Ромы вынесли. Даже мы когда здесь иду за уксусом. Даже здесь, когда готовили, Рома перезалил, Маратик. Да. Есть моменты. Ребята, будьте здоровы. Все. Вы тоже помчались? Все. Все, брат, за крепкого. Где ковер? Где мой. Брат в надежном месте. Я же его сушу, понял? Мне его жалко, чтобы он под дождем. В автобусе. Он в автобусе. Давай, родники, до скорых. За уксусом пошел. До свидания. До встречи скорой. Все, хорошо. До свидания. Все, братцы убежали. Ковер, видишь, где мой ковер. Ромочка, смотри, уксус. Девять, как ты любишь. Чпунь. Это тебе на чай, Ленка. Не все ушли точно на чай. Одевай. А точнее, чай в карманах, Леночка. Что ты шукаешь? Перчик? О, ой. Как вкусно, как вкусно. И даже маселка не надо. Катя, успокойся, тут же Рома, елки-палки. Он на сухую так жарит, что сейчас увидишь, я сам не видел. Он даже мяту туда добавил, чтоб ты понимал. Шептач получился. Ага. Вот так вот. Готово. Все, пусть стоит. Шо, и угли седые тоже готовы? Да. И шо такие рукомойники у вас в Израиле есть? За какие бабки? Хе-хе-хе-хе. Потому что все у нас на барахолке и то не каждый день. Ох ты шо, ах ты шо. Тебе там нормально как-то видно? Да иди сюда отсюда, наверное, виднее. Я подойду, Сереженька, подойду. Я же вам сказала, что вы мне задачу-незадачу выдали. Спасибо большое. На здоровье. Ребята, на здоровье. Серега, никогда не бросай карастей. Эй, никогда, брат, не брошу, елки-палки. Они же у меня в крови. Они же у меня в крови. Здесь не нужно. Здорово, супер. Все, ребята. На здоровье. До скорой встречи. А ну дай к шергу. Что? Я вообще не лезу. Рука возьми у нас на базаре говорили. Знаешь, когда трогаешь помидоры? Ага, ага. Эй, брат, рука возьми. Рука возьми. Ага. Не, у нас это можно. До свидания. До свидания. У нас можем. Мы поэтому по базарам и ходим. Это ж тебе не магазин. Там все по-настоящему. Потрогать, поцеловать, по разговаривали с помидорами, а потом еще и купить. О-о-о-о, заводится. Молниеносно, Марат. А аромат какой-то не передать. Узбекистан в Одессе. Почисти пока зелень летит. Редисочку. Редисочку. Зелень был уже на поленке. Идеально. Прям, кроме слова боже мой, ничего в голову и не лезет. Ай-яй-яй. Марат, я тут с тобой присоседюсь и буду картошечку крупненько готовить. Слышь, вот такая вообще целиком пойдет. На молдаванку, на фонтан, куда-нибудь и обратно. Ребята, ловите по аромату. Самый настоящий узбекско-одесский шашлык только в этом месте. Как это липованский не добавил? Как это липованский не добавил? Та липованская там. Уха. Свежий. Аккуратненько. Блин, у меня были, я их все в уху добавил. Сейчас Ника постоит еще одну помидору принесет, да? Что это? Все, Катюня, иди сюда. Заними позиции. Маленькая моя, ты если руку с кармана достанешься, ты веселее ходить начнешь. Так, давай, может я как-нибудь сама разберусь. Давай. Давай. Ооо, ты бачишь, те ребра что оголились. Оп, прилипла, отлипла. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. На полпути, ребят. Марат Джан почти готова. Ах, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы смог вероятная. Ох, ветер разошелся, ты бачишь. Хватит столько картошки. Улыбаемся и машем. Аккуратно, проходите, проходите вы. Не шутить, не песни петь. Что-то сейчас какую-то тепленькую надо песню петь, правильно? Или пить. В Одессе жил купался в море о черном. Ох, и тепло было тогда. Смотри, тут уже перчики. Ооо. Спасибо вам за все. Наскорее ее поднялась. На здоровье. Так вы если еще не долго побудете, точнее чуть-чуть еще останетесь, и мы вас еще шашлыком угостим настоящим вкусным. Ооо, вкуснячий будет. Сколько? До минут пять. Ну ничего, раз ты так говоришь. Все, присаживайтесь. Я вам сейчас стульчик организую, да? И все. Спасибо. Будьте нам здоровеньки. Кто домой всегда устоит, а у нас можно. И не уходить. У меня здесь маршрут не берет. Главное, это свет горит. Для тех же. Ой, некусенько, спасибо. Ромочка. Что, прямо туда кидать, в костер? Я так тоже делаю. Всегда. Вот туда и все. Щипцы есть, потом перевернем. Как вы фотографировали, когда с них шел, в прошлый раз? Красиво было? Красиво! Я смотрел вчера всё. Красиво. 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 Но я просто полностью круго языка. Езжи, око они кросят. Что, Серёжа. Что ты там? Думаю, что мне куда-нибудь, что зачем-то же помочь надо. Всунуть бы свои. Кроме того, что я в обморок падаю от этих ароматов. Так уже хочется. Ткемали есть? Не надо. Не надо, он тебе сказал, что вообще ничего. Никакого соуса. А я люблю. Чистый вкус, ароматненький. Есть у нас ткемали тут? Вообще в идеале маленькие палочки, надо вот так. Сразу стягиваешь и готово. Не выкладывать. Серёжка, ты запомнил? Да. Есть такие маленькие узбекские палочки. У меня есть коротенькие, я просто увез их. А я в Турции брал, они тоже любят турки, маленькие шашлычок вот такие вот. Да. Аккуратненькие. А у меня не 40, надо опять ехать в Турцию. Собираешься. Или в Ташкент. Аккуратненькие. Аккуратненькие. Как они за мной живут, когда фиграфируют. Они вот для этого гореются там. А вышло для чемпионов. Горит. Эй, не горит. Рома там, смотри, уже поляну делает. Серёжа, а то привоз туда рекламировали, кто продаётся. На привозе или здесь? Там и по южному, и по киевскому, и по привозу. А шо, это в рекламе не нуждается. Просто показываем людям, как там красиво и замечательно. Да и сами ходим, балдеем. И радость эту людям передаём. О, люди идут, фотографируют. Тупая соль. Вырегут. Ох, а шкварчит. Готово? Готово. Зави гостей. Завосил. Ещё один момент. Соли. Давай, давай, давай. Вот теперь картина маслом. Ёлки-палки. Рома. Джан. Вот это настоящий. Вот такие? А, весятом у меня. Катюня, сделай мне фотографию на память. Ещё и фотографию тебе сделать. Ёлки-палки. Ты шо, согрелся на такое смотреть? Красивый. Ты шо, будешь фотографируем? Да, да. Вот ты оператор. Серый волк. Э, Ром, по-любому. Ну, давай, угощай. Сейчас ещё и леган есть. Где Марат? Зови Марата. А, Ром, иди. Редиска есть. Лепёшечку возьму. Ты вовремя, брат, приехал. О, Давидка, ты же передумал. Так, аккуратненько. Вот тарелочка. А тем, брат, туда кидай. Так, лучок цибуля, редиска. Кушайте на здоровье. Вах-вах-вах-вах-вах. Шо, вот это вкусная лепёшка, да? Это просочил, ты должна ещё сказать. Ай, брат, лючок. Прям хочу уже. Я тоже. И шо, сказка? Ты говоришь, что ты, папа, отмечаешь? Я врушил, нельзя в ресторане посидеть. У нас можно и просто так. Катюня, на, попробуй. Это были, я даже, а ну-ка, откуси, аккуратно. Вот по специям просто бомба. Прям фуа-ра какая-то. Такие узбекские, Давидка. Вкусно. Давид так любит. Он мне всё время говорит, что когда я готовлю, специи не хватает. Да? У вас? Он боится переборщить просто. А у Серёжи? Чересчур? Они одинаковые. Я про плов так просто говорю, что мне в плове не хватает. А тебе вкусно, Серёжка? Ты что-то молчишь, наверное, очень вкусно. А что ты про меня корявая начинаешь говорить? А я все слова не сказала. Я, что, пересталил, ёлки-палки, ты что? Ты любишь побольше всего. Всегда. Тебе всегда... Мне не нравится, когда ты начинаешь обманывать. Тут же никто не аплодирует. Если бы аплодировали, где твоя аудитория? Даже вороны не гавкают, ёлки-палки. Видишь, даже вороны не гавкают. Ладно, скажи, как шашлык тебе. Вот это, наверное, вкусно. Что-то все едят. Я не знаю, как на узбекском будет. Вкусно. Айвах, вкусно? Яхши. Яхши. Ммм. Хорошо. А ребрышки? Вот это вот и есть семечки эти? Боже мой. Бери, угощайся. Потом покуришь. Иди возьми то, что ты любишь. Я на соревнованиях. Я на соревнованиях. Я уже поняла. Что? Сама не остыдна? Продолжение. Хотя бы помидор возьми, ёлки-палки. Он возле мяса лежал. Вот тебе вилочка, вот тебе редиска, вот тебе лучок, хлебушек и кусочек чего-нибудь. Вай, 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 вай. К нам даже приходят. Да мир катится нам. Бомба вообще. Так, там печка работает. Кучнячи? Снимай до понедельника, пока мы сегодня дойдем и новое. Ну, я бы тоже хотела попробовать кусочек, пока ты будешь разглагольствовать. Мара, что ты хотел сказать? Очень, очень явно выраженный вкус кориандра, вот этого открытого. Фантастический. Ребята, ваше здоровье. Спасибо. Просветание, все, всего доброго. От души. Блин. Ты снимай, я тебя буду кормить. Как это? Да я буду заляпаться серьезно. Спасибо большое. Там уже хуже не будет. Чего это, у нас все чисто. Короче, друзья, где ты души с хорошим настроением для вас сейчас буду кормить оператора. Мараджан, чтоб ты нам был здоров. Всем пока-пока. Повторяйте за Рома и будет вам счастье. Вы таки узнаете, что это настоящее. Именно самые настоящие семочки. Без подобных шашлык. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok